Всем добрый день, у нас сегодня целая куча новостей, так что приготовьтесь, мы начинаем. С вами Архон Сибирский, погнали! Начнем мы с обзора сражений, которые произошли во вселенной Иф Онлайн. И начнем с боя в системе Елорел. При атаке на Тонор силы альянсов Локал из Праймери, Джутсу и Диртен Глиттер столкнулись с внезапно появившимся флотом Зернитр альянса Феникс на Вал Системс. Всего их появилось порядка двух десятков. Сам бой начался с батлшипов под поддержкой Факса. Противник эскалировал почти сразу обычными дредноутами, такими как Феникс и Ревелэйшн. Очевидно, что противники встречаются не первый раз, что говорится напрямую в батл репорте на реддите. После первой эскалации Джутсу и Локал из Праймери прокидывают свои капиталы и, к их удивлению, достаточно далеко от них появляется еще один приводной маяк. Туда прибывают два десятка триглавинских дредноутов модели Зернитра. Бой сразу обретает другие краски. Капитальный бой будет проигран альянс Локал из Праймери и Джутсу попытаются уничтожить максимальное количество противников перед тем, как их корабли начнут взрываться один за одним. Грамотно выведенная группа Зернитр нарезала капиталы и почти не получала ответного огня. Сабкап флот Джутсу и Локал из Праймери устремились к Зернитрам, в то время как за их спинами взрывались капиталы. Довольно агрессивный бросок на дреда в ситуации, где почти невозможно выиграть, посадил зерно сомнений в рядах Зернитр и те стали спешно покидать поле боя. Таким образом, Локал из Праймери и Джутсу сумели вытащить некоторые свои капиталы с поля боя. Несколько Зернитр было затаклено и противник спешно отобрасывал поддержку, чтобы вытащить свои зерны из сражения. Ведь орудия Зернитр почти никогда не могут попасть под двигающимся батлшипом, а противников на капиталах уже не было. После на поле боя прибывает порядка 20 равенов, которые начинают работать с безопасного расстояния по силам Джутсу и Локал из Праймери. Без прикрытия Факса им приходится уходить, ведь расстановка сил уже далеко не в их пользу. Это был один из редких боев, где Зернитр использовались не в качестве вишенки на торте, а отдельной группировкой с поставленной для нее задачей. Так что бой действительно был интересным. Увы, не смог найти видео по данному бою, уверен, мы скоро его увидим. В этом бою Джутсу и Локал из Праймери потеряли более 100 миллиардов исок, уничтожив на 40 с хвостиком. Ну а мы переходим к новостям из Клайма. В последнее время на юге бои становятся все жарче. Так, в регионе Изотерия зафиксирована попытка установить фортизар посередине Клайма врага. Но данную попытку остановили пилоты РМЦ. Расновка сил была не в пользу атакующих альянсов, Сингулярити Синдикат, Дипфотер Хулиганов и Лазерхавков. Также там были пандемик хорды. Против 200 пилотов противников РМЦ выкатило почти 4 сотки с поддержкой капиталов. Как говорится, не время церемониться, когда тебе поджигают дом. Закономерно, с такой расстановкой сил победить было почти невозможно. И в этот день ВХ-шные коллективы потеряли порядка 76 миллиардов исок, а уничтожили всего на 10. Почему ВХ-шники полезли в Клаймовые разборки, пока сказать сложно. Будут ли попытки вновь установить фортизар в Изотерии, тоже неясно. Буду следить за развитием событий. Ну раз мы уже на юге, не будем далеко уходить от войны Империума и фаер-коалиции. Бои против этих двух пауэр-блоков продолжаются. И имеется такое ощущение, что локальные стычки надоели обоим блокам. И они ищут более крупные сражения. Так в системе 07-VG5 региона и Менси произошел бой. Обе стороны понесли большие потери, по 24 миллиарда каждая. Была ли достигнута какая-то стратегическая цель, неясно. Но ясно одно, что легких боев уже ждать не стоит. Помимо боев, стала известна информация, что супер-капитальный флот Хурды сдвинулся с места и уехал на диплой на юг. Где сейчас находится флот, я выяснять не стал, но очевидно, что где-то около Детарида. Данный маневр позволила сделать ситуацию на севере. И давайте как раз об этом поподробнее. Хурда спокойно покинула домашний регион, почти оставив его без супер-капитальной поддержки. Из-за того, что Фротернити перебросили большую часть суперов подальше от Хурды на западную сторону Трибюта. Там Фротернити пытаются уже многотоннажными кораблями заставить сдаться Вольту и ее союзников. 12 числа гигантский флот супер-капиталов Фротернити атакует последний фортизар Брейвов в системе 5ZXX. Но легким этот бой назвать нельзя. Против 800 пилотов Фротернити, Вольты и ее союзники выставляют 840. Сделав слишком большую ставку на супера, Фротернити полностью проигрывается в капитальный бой. Половина тяжелых ударных крейсеров не вернется в места дислокации. Помимо потери половины флота, Фротернити из-за ошибки пилота теряет еще и супер-капитальный корабль. На сумму в 2 раза превышающей стоимости Фортизара. Количество потерянных фейтеров переваливает за 30 миллиардов исток. Это еще по очень скромным подсчетам, так как мне кажется сумма была куда больше. Но стратегик был выполнен. Фортизар все-таки был уничтожен пускай и с такими большими жертвами. Если Фротернити будет и дальше позволять делать такие релейты, это может привлечь дополнительные силы на сторону Вольты. И тогда про захват Прублайнда можно будет забыть. Про что еще можно забыть, так как это про небольшую группу мародеров, в котором не посчастливилось встретиться с паблик флотом Зерг флота, моего коллеги стримера Кракена Ви. Пилотируя флот из 18 гнозисов, это такой батлкрузер для нубов, флот Зергов заманивает 7 мародеров на ЕСС, где отпускает последние грехи и отправляет в лучший мир 6 из них. Гнозисы почти в полном составе гибнут, но это уже дело второе. Сумма уничтоженных мародеров составила 18 миллиардов исток, а гнозисов покрошило всего лишь на полтора. Вот так удача. Еще одна удача случилась в системе Удианур. 18 числа там Лоусечная Шелупень и Вайтскаи ловили Титан Эрибас, но вместе с Титаном случайно словили и Хейль, которого даже не восхиживали. По всем традициям оба корабля улетели на КБ на последних секундах перед перезапуском сервера. Все было запечатлено на видео, с которым вы тоже можете ознакомиться. Оно будет в описании. Еще один случай, попавший в запись, случился буквально недавно. На последней арене, где все сражались на первых дестрах, стример Михата при очередной победе на арене обнаруживает в контейнере с лутом куртку для персонажа. Выйдя с арены и долетев до станции в жите, он понимает, что данная куртка стоит порядка 22 миллиардов исток. Данный дроп очень редкий и получить его уже большая удача, а еще большая удача получить его прямо на стриме. Но честности ради, Михата самый частый гость на арене и за предыдущую арену, он имеет 186 побед и находился на четвертом месте среди лидеров. С неподдельной завистью я перехожу к новостям от CCP. С последним патчем очень наблюдательные пилоты обратили внимание на новые постройки в Еве. Первым было найдено строящееся строение около солнца в Амаре. Было сразу выдвинуто предположение, что Амары хотят построить солнечный бур, опираясь на триглавинские технологии. До чего это и доведет, никто не знает. Вторым, что нашли пилоты, это строящиеся ворота в системе Самономи. И мне кажется, что эти два события были как-то связаны между собой. И возможно еще много чего не было найдено. Куда будут вести ворота из Самономи и что за бур в Амаре, я надеюсь мы скоро уже узнаем. Ну а мы переходим к прочим новостям. Ситуация во фракционных войнах сейчас такая. Амары держатся в четвертом тире, Калдари в третьем, Агаленты и Матары в первом. Информацию по бурям предоставляет сайт Ив Скаут. Больших изменений нет, кроме ухода одной экзотик бури в регион Бранч. Ситуация с Плексом обстоит весьма сложно. После недавней акции на скидку в 15% на оплату игры Плексами, сама стоимость Плекса улетела в отметку 2 миллиардов 350 миллионов исок. Акция уже закончилась, а Плексы обратно возвращаться не хотят. Надеюсь это ненадолго. С вами был Архон Сибирский с новостями прошедших двух недель. Подписывайтесь на канал и увидимся на стримах. Подписывайтесь на канал и обязательно покажут своих прохладов. О, вау. Какого это стоит?